Всем привет! Наконец отгремела Е3, которая в этом году ушла весьма и весьма сочной, и пришло время поведать о том, как в начале июня я посетила столицу Польши, Варшаву, дабы посмотреть на вторую часть олдскульного шутера Shadow Warrior, и поиграть, и поглазеть, в каких условиях она создается. Итак, вы на stopgame.ru, это видеопревью Shadow Warrior 2, и поехали! В 2013 году польская компания Flying Wild Hog сделала перезагрузку игры Shadow Warrior, вышедшей в 1997-м от 3D Realms. Да-да, тех самых разработчиков, что годом раньше сотворили Duke Nukem 3D. Shadow Warrior стал весьма инновационным проектом, поскольку в нем впервые появились ранее невиданные элементы геймплея, например, возможность менять режим стрельбы у оружия или, допустим, взбираться по лестнице. Но и без этого расхаживать по уровням и отстреливать всякую разнообразную нечисть было крайне весело. У сотрудников Flying Wild Hog был лишь один выход — постараться сохранить атмосферу веселой расчлененки и безумия. И у них получилось. Теперь же, спустя три года, разработчики готовы, ну, практически готовы, представить на суд продолжение Shadow Warrior 2. Тем, кто знаком с первой частью, во второй будет привычно, комфортно и почти что уютно, потому как атмосфера кровавого безумия осталась неизменной. Все те же толпы разнообразных монстров и все то же впечатляющее количество способов, которыми их можно устранить. Причем это касается не только оружия, как огнестрельного, так и ближнего боя, но еще и различных умений. Например, можно оттолкнуть противника или же насадить вражин на шипы, и пока они вот в таком вот, мягко говоря, неудобном положении, с большим удовольствием кромсать или расстреливать. Сюжет в Shadow Warrior 2 присутствует и продолжает историю, начатую в первой части, ведь действие будет происходить спустя пять лет после этих событий. Мы по-прежнему боремся со злом руками храброго ниндивоина Лоуэнга, но на этот раз побегать можно будет еще и с друзьями. В Shadow Warrior 2 появится кооператив на четырех человек, который, как считают разработчики, привнесет еще больше безумия и веселья в борьбу с нечистью. Толщина и количество монстров, кстати, будут повышаться пропорционально количеству играющих людей, так что каждый из четверых найдет себе достаточный единиц для отстрела или отруба. Тут уж что предпочтете, но весело будет в любом случае. Кромсать и юзать различные комбо ровно так же эффектно и эффективно, как и отстреливать. Оружие можно будет прокачивать, улучшая какие-либо показатели, урон или скорость перезарядки, или же наделяя его специальными возможностями, например, замедлять врагов. Ну или, допустим, с помощью нехитрых манипуляций продублировать имеющуюся пушку во вторую руку. Локации здесь приличных размеров. В этом смысле создатели прислушались жалобам игроков на то, что первая часть была слишком линейной. Причем пространства имеют обычно несколько уровней, потому как можно и свалиться с какого-нибудь моста, правда, герой живучий не разбивается, и преодолевать расстояние, прыгая по крышам. Паркур и все в таком духе. И чтобы сделать Shadow Warrior 2 еще более реиграбельной, разработчики ввели процедурную генерацию уровней. То есть вот лично я проходила демку трижды, и каждый раз окружение выглядело по-разному. Имеется в виду и само устройство уровня, и смена времени суток, допустим. Особенно они гордятся ночным небом, где звезды величественно складываются в форме... У меня пока нет этого футажа, но поверьте на слово. Зато есть вот такой. Да, тема мужских плавых органов в игре, мягко говоря, не завуалирована. Нет, ну а что, нас такими сделал создать, че стесняться-то. В общем, как видите, с юмором Shadow Warrior 2 все в порядке. Здесь есть еще и куча с первого взгляда неочевидного, но не менее интересного, когда это найдешь. Например, забавные названия у оружия. Вот, допустим, дробовик с гравировкой Хауэр. Понятное дело, далеко не каждый знает изумительную роль Рутгера в фильме «Попутчик», где он расхаживал с подобной пушкой. Поэтому разработчики утверждают, что назвали так обрез в честь фильма «Бомж с дробовиком». Пусть будет так, Рутгер в любом случае крут до невозможности. Релиз второй части Shadow Warrior намечен на вторую половину 2016 года. Более точной даты пока нет, так что ждем подробностей и новых деталей геймплея. Но уже похоже на то, что это будет отличная возможность для всех любителей олдскульных шутанов окунуться в мир демонической резни и прочих радостей расчлененки, да еще и с друзьями. Всем спасибо за внимание и до встречи на Stop Game.ru! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok